Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Дамы и господа, приготовьтесь к тому, что сейчас будет жестко. И это потому, что Binance фактически обрекает FTX на смерть. Да, об этом стало известно несколько минут назад. Binance не хочет иметь ничего общего с FTX. Ведь в результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях финансовых регуляторов США, мы решили, что не будем продолжать сделку о покупке FTX, заявили в Binance. Финансовые регуляторы США. Значит ли это, что комиссия по ценным бумагам и биржам пристально следит за FTX прямо сейчас? Помните, как FTX относительно недавно выступила и сказала, что мы не трогаем активы клиентов, мы не используем их деньги вообще? Если это так, то почему они остановили вывод средств? Кажется, единственным спасательным кругом FTX и Alameda Research стали только лишь деньги их клиентов, то есть деньги их пользователей. Binance заявляет, что приостановил сделку не только из-за этого. Вторая причина – американские регуляторы, которые могут начать преследовать FTX в судебном порядке. Так что спаситель FTX в лице гендиректора Binance оказался всадником апокалипсиса для этой компании. Официально Binance заявляет, что вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но проблемы находятся вне нашего контроля и возможности помочь. Каждый раз, когда крупный игрок в отрасли терпит неудачу, страдают розничные потребители. За последние несколько лет мы увидели, что криптоэкосистема становится более устойчивой, и мы верим, что со временем свободный рынок отсеет тех, кто нецелевым образом использует деньги пользователей. По мере разработки нормативно-правовой базы и дальнейшего развития отрасли в направлении большей децентрализации, экосистема будет укрепляться, заканчивает Binance. Похоже на то, что FTX и вправду пытается решить проблему банкротства с помощью денег своих клиентов, и теперь в отношении них ведется расследование, поэтому, конечно же, Binance не хочет связываться с ними, особенно на территории Соединенных Штатов. Это и есть причина, почему биткоин упал до 16 тысяч долларов сегодня. Да, он начал свое падение задолго до этого, но эта новость только усугубила положение первой криптовалюты. В общем, никто не собирается спасать FTX, даже Binance. Поэтому они будут продолжать падать дальше, пока не обанкротятся. А обанкротятся они совсем скоро, если не найдут спонсоров. К сожалению, эта история не только о FTX. Вы, ребята, знаете, что я рассказывал и говорил о Солане, и сейчас она абсолютно обесценивается. 45% за полтора дня она потеряла в стоимости. Она упустилась до 15 позиции и упала более чем на 60% только за последнюю неделю. Но я предупреждал вас, ребята, что может стать еще хуже, потому что наступает новая эпоха в стейкинге Солана. Это означает, что сегодня будет разлочено несколько десятков миллионов монет этой криптовалюты. То есть они уже не будут заняты в стейкинге, и их вполне себе можно будет продать на бирже. И как вы думаете, почему инвесторы внезапно собираются их разблокировать? Поэтому будьте осторожнее. К сожалению, FTX и Alameda имели и имеют много монет в Солане. Все стало настолько плохо, что даже Crypto.com, крупнейшая криптовалютная биржа, приостанавливает USDC и USDT в Солана прямо сейчас. То есть ни снять, ни завести USDC и USDT в Солана невозможно. Так что будьте на чеку, если вы пользователь Crypto.com. Но есть еще кое-что интересное, о чем почему-то сейчас вообще никто не говорит, даже на англоязычном Ютубе. А именно то, что Alameda Research, которая тесно связана с FTX, собирается буквально уничтожить тезер USDT. Не знаю, намеренная или нет, но это происходит прямо сейчас. В попытке избежать банкротства они просто-напросто шортят USDT. Если мы посмотрим на график USDT, то мы увидим это наглядно. Но что происходит? Почему он так резко отвязался от одного доллара США? Если мы зайдем на этот адрес в эфирскане, который связан с Alameda Research, то мы увидим очень интересные транзакции. И их очень много, смотри, последняя 41 минуту назад. И все они связаны с двумя стейблкоинами. Тезер USDT и USDC coin. А проводятся все транзакции на платформу Curve.fi. Похоже, что Alameda пытается шортить USDT с целью отсрочить свое банкротство. Как она это делает? Она переводит свои тезеры на Aave, занимает USDT на Aave, а потом продает USDT за USDC. Тем самым она открыла уже не одну шортовую позицию по тезеру, как ты видишь здесь. Ты представляешь, что будет с криптовалютным рынком и особенно биткоином, если USDT взорвется, если USDT треснет и лопнет. Alameda и FTX тонут, но пытаются забрать с собой абсолютно все. Надеюсь, у них это не получится. Очень страшные времена, поэтому будь осторожен с тезером, с Alameda. На этом все. Меня зовут Богатий Щиди. Если информация была полезной, не забудь поставить лайк и даже подписаться на канал. Здесь мы каждый день, практически, говорим о самых интересных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok